Доброе здоровьица! Блиц! Ответы на ваши вопросы. Что я знаю, я отвечаю сразу. Александр Сокол, спасибо за бесценную информацию. Петрович, хочу предложить вам сюжет одного из следующих видео, а именно Синий Йод. Полный обзор с пояснениями, так как только вы это умеете. Доходчиво, простыми словами, вдумчиво. Я думаю, многие люди заинтересуются, ибо есть уникальное дешевое средство здравления, а о нем знают совсем немногие. Заранее благодарю. Я постараюсь подготовить подобное видео. На передаче, помню, Малахов Плюс мы его делали. Я, правда, тогда особо не интересовался Синим Йодом. И, знаете, скажу, вот это одна из передач, когда мне стыдно за то, что я этот вопрос вообще не знал. Нагородил там такой ерунды, что до сих пор мне стыдно. Я как-то больше тогда, да и сейчас владею общими методами оздоровления. А вот так вот рецептурой не все. Ну, постараемся Синий Йод этот восполнит пробел. Так, вот Александр спрашивает. Спасибо большое за ваш труд. Это очень заряжает на действие. Подскажите, при бессоннице можно голодать? Это как раз на видео посвящается всем, кто будет голодать. Хочу ответить за своего опыта. Вот когда я вот только начинаю голодать, первые там 2-3 дня голода, вот такое впечатление, как ты в какую-то спячку впадаешь, расслабляешься, вот дремишь. Вот первые, будем говорить, вот 2-3 дня, там может быть 4. Такое интересное состояние. А далее, далее, и чем туда не дальше, чем не длительнее голод, лично у меня со сном начинаются проблемы. Как-то высыпаешься быстро, спишь чутко, снятся сны. Поэтому здесь надо как-то попробовать. У каждого человека своя нервная система, к своей особенности психики, глядишь, глядишь, вот голод, первые, возможно, 2-3 дня, может как-то расслабить и сон улучшить. А дальше не, вот дальше идёт совсем другая работа. Так что здесь можно попробовать. Дыхание пострельниковое. Галина Резникова заметила, вообще не пострельниковое. Вот тут я хочу немножко остановиться. Вы знаете, есть, конечно, много различных дыханий. Я даже не буду их перечислять. Мне важно было понять сам принцип действия, за счёт чего это дыхание работает так. Поэтому я старался именно вот это вот излагать. И получается, что моя теоретическая основа рассказывала о том или ином методе, возможно, совершенно иначе, нежели это представлял сам автор, который создал этот метод. Поэтому я как раз и написал, как я это понимаю, как я это знаю. Что там работает? Меня всегда волновало не как это правильно там делать, вот так или вот так, а как это работает. И если вы понимаете, как это работает, вы стараетесь вот это вот главное воплотить, а не то, что, знаете, а, сел неправильно, руку поднял неправильно, то пальчик вот так вот как-то не так загнул. То есть я вот об этом говорю. Поэтому говорят, что вообще не пастельниковое. Я изложил своё мнение. Так вот, здравствуйте, у меня те же проблемы. Это подагра, признаки мочевой кислоты. Что и герои вашего рассказа. Скажите, что мне делать, мучаюсь много лет. А вот здесь надо, вот знаете, вот надо умело работать и с видео, и с информацией. А я там как раз рассказываю, что мне делать. Что прежде всего определиться, а что это такое с вами произошло. Это либо это подагра действительно того, что вы переедаете слишком много белковых продуктов, либо это действие грибков, бактерий. И как эти грибки и бактерии обнаружатся, я же рассказал. Будьте как-то внимательны. Вот просмотрите 20 раз, 100 раз в конце концов, чтобы вы поняли, о чём я там говорю. Как себе это применить? Ну, мучаешь много лет. Понимаете, мучаетесь и не наблюдаете за собой, что с вами происходит. И будете мучиться до тех пор, пока в конце концов вы не проанализируете свою собственную жизнь. Что с вами было, чем вы болели, как это всё развивалось. Я же вот как раз на своём собственном примере вам рассказываю, вот как лично у меня развивались болезни. С чего там начиналось? С простого там стоматита и кончилось тем, что начали болеть суставы и плюс ещё там огромное количество вещей. И когда ты понимаешь истоки, начинаешь действовать и добиваешься того, чтобы этой заразы не было, и всё начинает отваливаться от вас. А так вы будете мучиться много лет, пока в конце концов не включите голову. Калеев Алексей замечательно видит нашего Геннадия Петровича таким живым, энергичным, с превосходным чувством юмора, в окружении хороших друзей, юмористов, а именно юмор и смех – замечательные ингредиенты нашего здоровья. Всё это мудрость, Геннадия. Знаете, вот так хочу сказать, что действительно жизнь должна быть какой-то весёлой. И эту весёлость надо создавать самому. Не обязательно от кого-то что-то там ждать. Что бы с вами ни происходило, сохраняйте присутствие Духа и, извлекая уроки, подшучивайте над собой. Это опять-таки Людмила Базымова. Я Михайловна, поэтому чту этого святого. Это к 21 ноября, лунный календарь. Праздновать до Филиппова поста – чудесная традиция. Шутка про волосы понравилась. Гость у вас сегодня восхитительный, а гость сегодня у вас восхитительный. Разговор, видно, непостановочный. Буду копаться в своём сознании, спешить не буду. Спасибо. Что касается видео, там, скорее всего, ставка из целебной кулинарии. Я приглашал людей, и они охотно приходили. Просто была тема. Тема была, и дальше вот на эту тему шёл разговор. Как от посетителя, гостя, так и от меня. Есть, конечно, хорошие программы, не буду ничего говорить, связанные с кулинарией. Но вот чтобы кулинария была поставлена на рельсы здоровья, именно решались вопросы с её помощью, как оздоровить свой организм. Вот этого нету. Этого до сих пор нету. Возможно, и считают, не надо, либо народ не дошёл. Если бы дошёл, эту программу мою бы смотрели. Но так, судя по всем этим посещениям, увы, увы и ах. Вы знаете, вот, допустим, Юрий Мартыненко спрашивает насчёт 22 ноября, лунный календарь. Я сделал, сделал, что-то там выложил из целебной кулинарии. Он спрашивает, а есть ли сок или воду вместо молочки? Как-то, знаете, вот более конкретно задавайте вопрос, потому что мне надо ещё видео посмотреть. А вы видите, что в видео я эти стружу по 4-5 могу в день. Особенно вот, когда я настроился на лунный этот календарь. Я уже заготовка у меня, только я начитал, вставляю. То есть у меня тут целый конвейер идёт, целая производство. Поэтому как-то спрашивайте более конкретно. Опять-таки Юрий Мартыненко спрашивает. Петрович, благодарю, это осанка здоровья в видео. А если при сидении всё время хочется ногу на ногу положить, что это перекос таза? Если да, то как выпавить? Нет, я как раз сказал, это не перекос таза. Это привычка закрываться. Человек неосознанно закрывается от своих собеседников. Это своеобразная защита. Поэтому вот я перед вами сижу, хоть тут в конце ноги где-то есть скрещены, но предпочитаю вот так вот сидеть. То есть я открыт для вас, открыт для общения. По тому, как человек сидит, уже можно где-то примерно, так сказать, что у него глубоко внутри в сознании. Защита, страх, неуверенность и прочее, прочее, прочее. Всё это определяется, невольно определяется по тому, как человек сидит, идёт, ведёт, говорит, если быть внимательным. А если, конечно, не внимательным. Поэтому это не перекос таза, я считаю. Это просто-напросто привычка защищаться, закрываться, оберегать свой мир от каких-то вторжений. Интересно написал это. В описании видео добавляйте, пожалуйста, вашу карту. Сбербанковскую желательно. Может быть, люди хотят вас отблагодарить. Но я написал. Увы. Как-то, простите, я уже пробовал на целебную кулинарию несколько лет назад. Потому что у меня канал... С 11-го года канал. Вот, несколькими годами ранее, ничегошеньки. И так как в своё время какой-то помощи не было, и я просто-напросто эту программу прекратил. Так вот, активно. Тем более, когда я был в Москве, там и гости. А сейчас в Ростовской области. Технику я свою распродал. Вот остался один у меня этот фотоаппарат, на который сейчас я снимаю Mark III Canon. А III я продал. Ну, если так что-то тут будет получаться, возможно, я и возобновлю. Но как-то уже у меня желание пропало. Теперь вот Ольга Анжелика Виноградова. Она пишет. Извините, но с мёдом и пшеницей перебор. В этом миксе они ни к чему вообще. Намешали вы мешанину, Петрович. Ни к чему хорошему это месиво не приведёт уж. В лучшем случае не усвоится. Вы знаете, у каждого, конечно, своё мнение. Что я должен сказать? Вот просто, просто немножечко о совместимости, допустим, мёда и пшеницы. Когда пшеница прорастает, она превращается в растительный продукт. Не крахмалистый. Из крахмалистого продукта она превращается в растительный продукт. Далее, насчёт выклювочка. Если выклювочек, вот он, знаете, ну, пускай там миллиметр, полмиллиметра, миллиметр, полтора, там два миллиметра, вот он выклюнулся, то вот эта вот жизненная энергия, которая сейчас заведует прорастанием, она самая мощная, самый большой потенциал. Поэтому я её использую. Далее, я проращую, вот она проросла, проклюнулась, и я её ставлю в холодильник, хранится. И по мере хранения она ещё продолжает прорастать у меня. То есть, возможно, да, это раннее прорастание, но я его обосновал, наиболее мощное. И пока вот проросток достигнет примерно 2-2,5 миллиметров, ну, пусть где-то 3, это максимум, я уже съедаю. Я проращу много, быстро, храню, и примерно где-то за неделю я её съедаю. Поэтому всякое бывает. А что касается вот лучшего сочетания лично для себя, я выяснил, это кисломолочный продукт, туда немножко метка для вкуса, естественно, проросшая пшеница, горсочка. Всё, получается, вкуснейший напиток. А если добавить там что-то другое, то различные оттенки. Но основа – это проросшая пшеница, и лучше всего, где она перемалывается, это кисломолочная, а с чем съедается – это с мёдом. Так, какие чудесные стихи, благодарю. Медитация, как я это делаю. У меня много различных стихов, и я люблю что-то такое сочинять, как говорится, что-то такое творить. Поэтому, ну, это мне нравится. Не всегда так, к сожалению, получается, но тем не менее, бывают такие моменты, когда вот это всё выходит. Но в медитации, скорее всего, там я прочитал чужие стихи. Вдыхая воздух, ты вдыхаешь вечность. Это не мои стихи. Я сразу предупреждаю. По-моему, я там и предупредил. А вот всё остальное, что я там читаю, это, как правило, моё. Я обычно подчёркиваю это. Мой стих или не мой? Витаоскас банионис. Геморрой, я его вылечил. Он пишет, от ледяной воды у меня камни в жёлчном пузыре образуются и болит пузырь. Вы смотрите, как надо воду употреблять. Вот у вас бутылочка. Бутылочку вы наполнили водой, поставили в морозилку, она у вас замёрзла. Вы эту бутылочку вынимаете утром, ставите с собой, и вот немного растаяло, немножко воды растаяло, вы её выпили. То есть, это глоток, два, три. При этом, конечно, вода ледяная, вы её можете во рту согреть. Но важно, чтобы здесь был лёд. Вот тогда эта вода начинает вести целебную работу в организме. В том числе и растворять разного рода отложения. Если же её, знаете, вот так вот, просто-напросто там выпить грамм сто сразу же, знаете, ни во рту не согрел, возможно, она начнёт такое вызывать. То есть, правильно использование воды. Глоточек, два, во рту согрели, выпили, не с залпом. Тогда она будет так вот работать. Лично у меня получается так. Вот я как раз и ответил, блиц. Ответ на ваши вопросы, интересное, так сказать, пожелание. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok